Всем привет! У нас сегодня суббота. По традиции у нас, как всегда, лепешки. Сегодня я только решил добавить какао. Соль, мука, сахар, молоко и какао. Такие хочу сладкие сделать. Не знаю, что получится. А еще немного соды. Вот такие вот получаются. Вчера увезли Кирила к бабушке. Он немного приболел. Увезли, чтобы я немножко подлетелся, чтобы она не заболела. Лучше отстраховаться. Ну что, продолжаем наш влог. Я поехал. Надо, во-первых, увезти мусор. Накопилось. Я сейчас машину прогреваю, пока выгнул. Увезти мусор. Во-вторых, надо заехать в пятерочку, в пункт выдачи Вайлберрис. Саша там что-то заказывала. Надо забрать. Пришла как-то у нее посылка. Она сама не знает. Из четырех предметов что-то должно прийти. В-третьих, нужно заехать в строительный магазин. И у нас от душевой кабины опять какая-то проблема. Побежала, в общем, гофра эта, которая на слив идет. Саша недавно открывала какой-то крем или что, и у нее крышечка упала туда за душевую кабину. Я начал палочкой какой-то там подпехивать, вытаскивать. И вот, видать, задел эту гофру. Она вообще тонюсенькая. И где-то прорвалось. Побежала, в общем. Я замотал пока изолентой. Пришлось разобрать опять этот короб снимать от душевого поддона. Это в-третьих. И в-четвертых самое основное, это надо заехать, купить утюг в РБТ. Потому что у нас, мы год назад брали утюг где-то примерно. У нас еще видео даже есть на канале. И он бежит постоянно. Саша начинает гладить все мокрое. Джинсы мокрые, кофты мокрые. Ну что, вот этот париватель стоит там. И вот он постоянно, вот просто даже не нажимаешь, она гладит, он бежит. Постоянно все мокрое, неудобно. А так гладит хорошо, как бы она, говорит, нравится. Все отлично, но вот он бежит. И решили, Саша, что сказал сначала, типа, подари мне на 8 марта утюг. А что, какой утюг на 8 марта, так купим. Вот, потому что есть смысл ждать еще полтора месяца. Месяц, полтора, до 8 марта, если надо сейчас уже гладить. И вот выбрал я какой-то там полеран. Сегодня заходил на сайт, чтобы было в наличии. Это он 2,5 тысячи стоит. Ну там автоотключение у него, что если даже забыл утюг, 30 секунд, если он в положении в горизонтальном. И 3 минуты, если в вертикальном, если им ничего не делать, не шевелить, не это, он отключается. Ну и защита от протечек вот какая-то, вот видать, скорее всего, вот это. Чтобы он не протекал, думаю, будет служить долго. В общем, вот такие вот планы у меня сейчас. Времени туда-туда-туда, мне кажется, все равно займет не так мало. Кирилл, как я сказал, уже он у нас у бабушки. А Анютка с Сашей дома, Анютка сейчас задремала. Мы подзавтракали, вот эти вот лепешки все вкусные получились. Нежирные, вот ничего, просто расхлеба у нас не было, кончился. По-быстренькому сделали и перекусили, и вообще отлично. Сейчас бы еще поспать, время полтретьего. В общем, я погнал. Так, пункт первый выполнен. Вот такую вот трубу взял на слип. Не знаю, подойдет, не подойдет. Почему-то там одна-одна-вторая, 40-50 там какие-то, я вот не знаю. Ну, в общем, 70 рублей стоит. Если не подойдет, буду уже смотреть больше-меньше. Потому что там никаких опознавательных знаков нет. Замерять тоже там неудобно. Поехал я дальше. Так, еще один пункт я выполнил. Мусор выкинул. Погодка у нас сегодня вообще прекрасная. Минус 5 градусов, может даже еще теплее уже на солнце. Прошли пока морозы. Так, сейчас мне надо в пятерочку. В пятерочку. Еще, а, кстати, да, надо... Соль у нас тоже заканчивается и сахар. Надо купить еще и... Еще что-то нужно было, не помню. Ну, сейчас пробегусь. Быстренько все равно. А, Шуре надо минералку. Минерал она любит. И вот летает вообще махом. Так-то бы заехать в оптовый. Взять так же, как мы брали на беременность, когда она была беременная. Тоже много минералки пила. Брали ящик. Ящиками прям. За неделю улетала. Даже, может, быстрее. Тут тоже. Ну, как бы все равно в магазин часто ездим. Можно и по бутылке, по две. Просто мы набираем. Всегда приезжаем и пакеты рвутся. Полные. В общем, пятерочка. Я пошел. Третий пункт можно тоже вычеркнуть. Забрал посылку и купил. По мелочам там соль, сахар, воду надо. В утюг. Взял пятилитровую воду. Чтобы чисто для утюга была не из-под крана. Потому что из-под крана тоже, мне кажется, утюга надолго не хватит. Накибь это появляется. Надо воду без железа. У нас тут теле-2. Таксисты стоят, смотрят, почему я с камерой. Интересно. В общем, остался РБТ. Сейчас. Я уже конкретно раз знаю. У меня еще там бонусы в РБТ. 700 бонусов может быть. Получится еще и скидочку сделать. Сейчас посмотрим. Тут у нас еще опять вот горка, куда мы с Кириллом ездили. Видели, Бэк стоит с одним рогом. Тут уже в группе читал недавно, что думали... Ну, вандалы ломают всякие эти... Каждый год что они сделают, то цветы посадят, клумбы вырвут, цветы домой заберут что ли. Для людей делают, они люди так относятся вообще... А потом хотят, у нас этого нету, у нас этого нету. Я даже РБТ проехал. В общем, сейчас мы по кругу тогда обеду. И вот про этот рог, что обломили. Кто-то обломил. Посмотрели по камерам, нашли. Думали, ребенок какой-то, что может там... Дети такие оказываются там. Ну, что взрослые, я не знаю, может... Не подростки даже, постарше. Типа было двое мужчин, двое женщин. И вот один там обломил рог этому боку, чё к чему. И уже этот, типа, дает показания на фейерос этого человека. Это... Люди такие странные. Так, вот он у нас РБТ. Пойду за утюгом. Ну, все. Утюг коплен. Тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей вышло. Семьсот пятьдесят бонусов было у меня в РБТ списали. Вот он. Такой утюг. Ну, тут паровой удар. Все как обычно. Еще и автоматическая. Это самоочистка, что ли, как это я не знаю, что он очищает. То ли вот эти вот сопла, которые... Из которых пара идет, то ли, что он чистит. Ну, в общем, такая функция есть, и мы будем ей пользоваться, чтобы она дольше хватило. Потому что прошлый год... Прошлый утюг у нас прослужил год. И потек. Этот, надеюсь, будет у нас все Леран. Мы сейчас... Мне не знаю, понравилась эта фирма. У нас стиральная машина Леран. Холодильник Леран. Духовой шкаф Леран. Чайник Леран. Вот теперь утюг Леран. И еще, наверное, что-то у нас Леран. Я не знаю, у нас этот... Блендер. То ли Леран, то ли не Леран. Ну, в общем, не суть важна. Фирма хорошая, мне нравится. Как бы, ничего пока плохого сказать не могу. Может быть, в дальнейшем разочаруюсь. Но пока все устраивает. Так, вроде бы все. Четыре пункта можно вычеркнуть. И дома надо будет. Вот сейчас поедем. Я пока с Анюткой буду водиться. Саша погладит. Потому что у нас и футболки, и... Ну, короче, много вещей надо гладить. А с этим утюгом ничего толком не нагладить. Только одно расстройство. Все постоянно мокрое, мокрое, мокрое. А без воды, без пара как-то тоже... Нет, это не особо. Потом пропылесосим. Уберемся. И поедем к родителям в баню. Кирилл сегодня раз там у другой и мамы остался. И его не подстригать. Меня вот надо будет подстричь. Меня мама подстригает. Каждую неделю. Потому что если я не подстригусь, я буду как одуванчик. Движение какое-то... В общем, все. Погнали домой. А еще пока ехал домой, вспомнил, что у меня капли заканчиваются. Один... Один спрей остался. Саша вот мне недавно покупала. У меня хронический насморк. У меня постоянно нос закладывает. Особенно и на ночь. Просыпаешься, в утром нос заложен. Если ты еще немного подпростыл, то капец заплатно заехать в аптеку. Она недалеко у нас от больницы, от дома. Купить спрей назальный. Два штуки. Запас. Потому что у меня одни всегда с тобой, другие дома остаются. Если я куда-то поеду, и у меня нос заложат, все, у меня ни настроения, ничего нет. Нос заложен. Это беда. Не знаю, что делать. Это у меня еще со школы. Привет, Шура. Привет. Давно не видели. Да, не видели, не слышали. Шура забрал посылку мою с Вайлберрис. Мне пришло тут все по мелочи. Ну, все для меня. Я себе заказывала. Просто по мелочи. Давно лежала в корзине, немножко подкопилась. И я оформила заказ в итоге. Ну, скоро 14 февраля. Может, другой буду заказ делать. У нас будет Шурей. Годовщина отношений. Ну, два года отношений. И год в браке мы будем. Что-то наслаждали мне. Я заказывала себе вот такой браслет. На руку. Я видела у мамы. Она покупала у женщины. Тут в другом населенном пункте. Мне у нее понравился браслет. Но у нее в наличии не было. И я просто забила. В Вайлберрис, там чоток, которые уже нету. Браслет вот такой вот. А я думала, он на магнитах. А он не на магнитах. Он на клепках. На заклепках. На таких. Тянется? Он не тянется. Он несколько раз одевается. Вот так вот. Так вот. Такой вот. Шура металлист. Да? Я почему-то думала, он на магнитах. Ну, ладно. Это ничуть не хуже. Смотрится. Сам я заказывала две заколки. Твистер. Себе и маме хочу. Ну, я думала, они будут подлиннее. Отзывы в основном, блин, все какие-то не очень хорошие. Все разваливается. У меня вот такая была заколка раньше. Ну, что распроволока за основание взятая. Шишку делать, потом покажу. Ну, я маме хочу, одну себе. Потому что у меня у мамы тоже длинные волосы. И в шишку ее очень быстро собирать. Такой заколка. Будет еще украшение эти. Желчуга сделала. Ну, их снять можно. Хорошо. Это на шею. Ну, на шею. Я что-то по украшениям с ума сходить стала. И все у меня такое, что-нибудь интересное хочется. Да, блин, там дешево так. А смотрится так прикольно. Ну, люди там отзывы уже скидывают. Пакеты, пакеты, пакеты. Это написано, что это чокер. Ну, у меня двоякое отношение к чокерам. Поэтому я очень долго его выбирала. Он как... Не знаю, как он будет на мне смотреться. Но мне понравилась подвеска. Он не чисто черный. А с такой подвесочкой красивый. Я даже знаю, с чем мне бы хотелось его носить, например. Ну, не знаю. Так, упакована. Все, чики-пупки. Я говорю, в 10 пакетов. Прям вообще как будто там очень ответственные какие-то продавец ответственный. Прикольно. Так вот на подарок по мелочевке классно. Тоненький. Вот так вот одевается. Подвесочка, видишь, какая? Губы, что ли? Да, губки. Губки. Я давно хотела что-нибудь подобное. Ну, и самое главное, конечно... Чокер, в основном, вот он по шее идет. А я взяла вот из этой подвески. Ну, вот это как бы на шее, а вот это будет подвеской. И он как бы неразратно смотрится, по крайней мере, так миленько. Я же все-таки девочка хоть милая, Соси. Я заказывала себе все в одной посылке, так вот приятно. Иногда просто заказ делаешь, и они его как-то разбивают, может, с разных складов, потому что. Я заказывала себе еще вот такие женские чулки, Батфорд. Они идут не полностью на ноге, как колготки, а вот так вот с вырезом. Потому что у нас дома прохладно, а я хочу носить дома что-то подобное. Как тогда на видео, где я готовила, то у меня были такие колготки, колготки-чулки. А здесь просто гетры. Ну, они... Написано гетры, но здесь почему-то женские чулки Батфорд. Не знаю, тут идет универсальный размер. Супер-утюг! Вам выпал утюг! Автомобиль! Лучше бы автомобиль! Так, сейчас прочитаю. Максимальная мощность 2400. 2400. Керамическая подошва. Нанокерамик. Паровой удар до 90 грамм в минуту. Постоянная подача пара. Вертикальное отпаривание. Функция разбрызгивания. Простая заливка воды. Ревервар для воды. Система самоочистки. Противокапельная система. Вот эта вот, наверное, что не капает. Система автоотключения. Тоже это очень хорошо для меня, потому что мне кажется, что я постоянно... Постоянно, да. У меня какой-то глюк вечно, что я забыла утюг выключить. Мне кажется, постоянно. Постоянно, 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 кажется. Что я не выключила. Шуру отправляю. Нескользящая подставка. Длина шнура 2,5 метра. Главное, чтобы он не бежал, потому что причина всех новых покупок утюгов это протечка. Постоянно. Что вы, что со мной? Постоянно. Постоянно. Посчитайте, сколько раз я сказала слово постоянно. Ну, естественно, сколько это отца. Тут ее надо будет почитать, посмотреть, когда вот этой самоочисткой этой пользоваться. То ли после каждого, что погладили и хоп, нажали, она что-то... Я рожала. Ты же рожала. Это просто упаковано так, все, аккуратненько. Ну, такой на вид обычный утюг. Ничего такой. По сравнению с тем, какой-то... Он, знаете, что тут... Увесистый. Довольно-таки какой-то большой. Побольше, кажется. Ну, конечно. Конечно, это как батя с сыном. Что, не меньше, ага? Конечно. Ну, этим сразу можно по две вещи гладить. Вот даже чисто по подошве. Витек. Витек. Давай. Ты служил мне доброй... Доброй и правдой. Доброй и правдой. Ты служил мне верой и правдой. Да, он сейчас нормально. Можно им гладить. Просто он бежит у нас. Гладить без воды. Всегда куда-то убегает. Гладить без воды. Гладим только, да, без воды. Ну, посмотрим. У нас... Есть у нас такая традиция. Каждый дверь покупать новый утюг. Ну, да. У нас будет. Мы даже обзор снимали на тот утюг. Я даже гладила, показывала. Аськи, а сегодня покажешь? Тут 2,200 ватт. И здесь, и тут 2,400. Вон, побольше. Так нагреваться-то они сейчас... Как бы проблем у них нет. У них нет, они быстро все и хорошо, но... Инструкцию надо будет почитать, когда пользоваться чем этим. Там раз и постоянная подача пара есть. Есть этот, ну, что паровой удар. И вертикальное отпаривание можно просто... Вот как я, тем этим отпаривателем у нас тоже лежит. Что вещь просто повесить и отпаривать. Тест-драйв утюга. Так. Равномерно, да? Парит. Потихонечку идет, идет, пока гладишь, он выделяется равномерно. Тут тоже можно убавлять, что... Чуть-чуть поменьше. Тогда еще нож, чтобы поменьше, побольше, вот на серединку. Ну и вода будет быстрее уходить, если, ну... Это вдруг, если... Да, если какое-нибудь толстое или сухое, прям пересушенное белье, что на полную... Что на полную... И паровой удар. Реально, ну, сильнее, чем тот. Там бахат, потому что у нас Санютка вздрогет. Да. Да. Ништяк. Ну, на одежде так как бы не так слышно, как когда ты в воздухе пшикал. Наверное, где-то нормально, мягко. Мягко происходит кодача пара. Ну, надеемся, прослужит. Долго и счастливо. Надо обмыть. 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 Кутюг. И вот нам будет еще прочитать инструкцию про эту самоочистку сделать. Самоочистку и про автоотключение мне интересовалось. И все? Там вода, наверное, закончилась. Нет, вот вода есть. Ну, вот совсем ее чуть-чуть там. Раз налили одну маленькую эту, то это как будто воды мало туда попадать. Звук такой. Я вообще не понимаю в звуках этих. Побольше налить. И все будет. Ну, это же пробно. Ну, да. Ну, в магазине-то не проверяют, она чуть-чуть включили. Я Жюля говорю, надо было взять стопку белья. Один протестировать, одну вещь погладить, другой протестировать. А потом все белье выгладить. Ну, что ни один утюг не подошел. Все. А потом они. Мужчины, вы у нас каждую неделю проверяете утюги. И мультиварки, и сковороды. Сковороды. Все на свете. Всю технику перепробовали. Ковер привезли. Можно у вас проверить пылесос? Моющий. Моющий. Мойте. Мойте пылесос. Что, поставили пятна какие-то вон жирные, так и не отстирались они на футболке. Ну, не знаю, что там он. В садике? Ну, что там Светлана Александровна. Повариха любимого Кирилла. Да. В любви признался. Нам поделился по секрету, что он любит повариху. Кто-то он все там ест. Съедает. Дома ничего не хочет. Дома не так вкусно готовит, как Светлана Александровна. Спасибо, Светлана Александровна. Светлана Александровна, да, если вы нас слышите, можно вас к нам наручить? Научите вас также готовить. Все. У нас перерыв на обед. Доедаем лепешки, которые сегодня были такие, но они прикольные получились. С вареной сгущенкой. Сладенькие. Прям как это десерт. Дальше маникюр берешь. Не показываю, а на неделю так было. Да. 26-го числа. Сзади. О, орет телевизор. Шура смотрит 4 свадьбы какие-то. Передачу. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Маникюр сделала какой-то фиолетовый мат. Матовые. Фиолетовые. Фиолетовый мат. Цензура. Да. В общем, мы сейчас перекусим. О, у нас Анютка сбегает. Надо помочь дочке. В общем, вот у нас опять беда случилась. Вот этот патрубок, он у нас где-то лопнул. И вот я не знаю, вроде как бы подходит вот этот купил. Надо будет туда вставить, сюда прикрутить. И все. Никаких проблем. А этот сегодня я еще кран вставить не буду. Потому что вдруг будет пробегать и опять его очень сложно устанавливать. Надо будет отодвигать стиральную машину опять. В общем, пока заменю этот патрубок и все. Ауч. Чоу. Ауч. Рыба. Проверить решила. Ну все, у нас рабочий день подходит к концу. Сейчас Шура погладит еще. Не успел, не успел мучаться. Ну ничего, суббота нормально. Много, много покупок. Дел важных. Да, вот кстати. Да, Шура одела вот как хотела с белой футболкой. Да, это я просто так умирить решила. Ну вот с джинсами, естественно, не с домашними шовками в пятнах. Нормально будет. Сейчас погладит, пропылесосим и будем собираться уже. Всем приятных выходных. Кому понравилось ставьте лайки. Пока. 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 С вами был Дмитрий Нагиев. С вами был Дмитрий Нагиев.